Позади отделочные работы. Городская детская больница вскоре предстанет во всей красе. Фасад утеплили минеральной ватой. Этот материал не боится грибка. Сейчас везем отделочные работы по зданию поликлиники, устройство вентилированного фасада и благоустройство. Белый, оранжевый, желтый. Корпуса украсили яркие долговечные панели. На данном объекте используется металлическое, с полимерным покрытием. Оно очень прочное, не подвержено ни солнечному воздействию, ни осадкам. Служба долговечная, гарантийный срок у него до 15 лет. Палаты и коридоры уже готовы. Совсем скоро поставят мебель. Пока же здесь работают умельцы из художественного колледжа. Уже две недели мастера лихо орудуют кистями и красками. Превращают однотонные стены в произведения искусства. Тематика нас подбирала, соответственно, возраст у деток, которые здесь будут находиться. Медвежатки, какие-то маленькие зайчики должны быть наши узнаваемые персонажи. Значит, гамма цветовая, соответственно, смотрелась, что подходила под фон стен, мягкая, не напрягала, не раздражала зрение. Анастасия Шкода впервые расписывает стены. Девушка признается, до этого рисовала только на бумаге, но рада новому опыту. Особо никакой специфики нет, просто пару приемов, которые мы проходили в колледже, и на этом все. Художники применяют водоэмульсионную краску. Готовые росписи не боятся грязных рук. Стены можно мыть простой мокрой тряпкой. По всей больнице напишут порядка 60 таких иллюстраций. Вокруг здания установят игровые комплексы и беседки. Высадят 35 клёнов и туй, 1800 кустарников и 2400 многолетних цветов. Работы продвигаются по мере установки бордюрного камня, тротуарной плитки. По мере движения производят озеленение территории. Строители опережают рабочий график. Детская больница примет первых пациентов уже в июле. Анастасия Пахлёстова, Николай Силков, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.